Пятеро смелых. В преддверии Дня защитника Отечества на нашем телеканале стартовал конкурс «Битва воинов». Солдаты в запасе вновь вернулись в армию и продемонстрировали навыки, которыми овладели десяток, а то и два назад. Первый и второй этапы борьбы в сюжете. Александр Милешин, ВДВ, Антон Кульчицкий, ВМФ, Андрей Кириллов, погранвойска, Никита Меркутов, спецназ, Максим Назаров, мотострелковая пехота. Эти пять отважных мужчин, истинных патриотов и настоящих героев стали участниками телеконкурса «Битва воинов». В преддверии 23 февраля телекомпания «Муромский меридиан» затеяла интересный конкурс для настоящих мужчин. Действительно, многие мы служили в армии, и все-таки бывших солдат не бывает. Для чего-то эти два года, которые прошли когда-то в молодости, они не пропали даром. И вот сегодня, после объявления конкурса, ребята вышли, это не так просто, я думаю, что взять и попробовать соревноваться. Здесь и действующие сотрудники милиции, и просто гражданские люди, которые когда-то прошли службу в рядах вооруженных сил. В первом и втором этапах проверка физической подготовки бойцов. Здоровый дух и тело оказались у всех участников битвы. Один из лучших результатов по отжиманию в упоре лежа у представителя военно-морского флота. Всего на один жим его результат превзошел спецназовец Никита Меркутов. Поставленный рекорд в отжимании на битве воинов – 86 раз. Проходили мы подготовку месячную в городе Тамбов, в полку, в спецназ ВДВ города Тамбов. Двухнедельная подготовка, жесткая, можно сказать, только вода и все, в лесу, в поле. Следующий норматив и он же этап – подтягивание на перекладине. Это упражнение – отражение физической формы, в которой находятся бойцы. Лучшие результаты вновь у представителя военно-морского флота Антона Кульчицкого и воздушно-десантных войск Александра Мелешина. 29 и 27 раз, соответственно. Служил два года в Рязани. Это было 17 лет назад. Сейчас решил поучаствовать в этих соревнованиях, представить, вспомнить, как я служил в армии. Воздушно-десантные войска, они также дают, ну, как и другие рода войск, физическую подготовку, огневую. Ну, и плюсом прыжки, рашютом, 9 прыжков совершил за два года. И вот результаты по итогам двух этапов конкурса. Оценка ведется по пятибалльной системе. У представителей погранвойск и мотострелковой пехоты по 4 очка. ВДВ – 7 очков, спецназ – 8 и ВМФ максимальный результат – 9 очков. Впереди еще три этапа. Ход состязаний может кардинально измениться. Следите за битвой воинов в наших следующих репортажах. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке магазина инструментов «Маяк». Регина Ломайкина, Александр Симонов, Александр Бурсуков. Новости Муром.